Предметы первой необходимости – огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки – должен иметь в своем багажнике любой здравомыслящий водитель. И не только ради прохождения тихосмотра, но и ради собственной безопасности. А потому именно наличие огнетушителей в автомобиле проверяли сотрудники ГАИ совместно с сотрудниками Белорусского добровольного пожарного общества. Совместно с ГАИ мы проводим акцию по тому, как правильно использовать средства первичного пожаротушения. В данном случае речь идет о огнетушителе. Существует ряд противоречивых таких мнений у автолюбителей, иметь с собой огнетушитель в автомобиле или нет. Мало того, иметь огнетушитель в автомобиле – это одно, а уметь его правильно применить – это совершенно другая ситуация. За время проведения акции сотрудники ГАИ остановили более 10 автомобилей. При проверке наличия огнетушителя в машине в каждой из них он был, иногда даже не один. Но выявились факты их недееспособности. Просрочены. Неутешительный вывод инспекторов. Непригодны к употреблению в случае аварийной ситуации, а значит, требуется замена или перезарядка. Приятный бонус водителям – подаренные новые огнетушители. Согласно пункта 44 приложения к правилу дорожного движения, к перечню неисправностей транспортного средства относится отсутствие огнетушителя, медицинской аптечки и знак аварийной остановки. Согласно правилам дорожного движения, в легковом и грузовом автомобиле, в автобусе, самоходной машине и колесном тракторе должен быть огнетушитель, знак аварийной остановки и медицинская аптечка. При этом в автобусе и грузовом автомобиле, который предназначен для перевозки пассажиров, должно быть два огнетушителя. Один, который будет находиться в кабине водителя, а второй – в салоне, где перевозятся пассажиры. Никому из остановленных сотрудниками госавтоинспекции водителей, к счастью, не приходилось использовать огнетушитель. Но во время проведения профилактической акции у автолюбителей была возможность попробовать устранить очаг возгорания в виде таблички с изображением пламенем. Не приходилось пользоваться никогда, но показали, попробовали. Ну и приятно, что заботитесь о нас, водителях. Минимальный опыт получил, безусловно. Это всегда полезно. Неожиданно очень было. Подарок, конечно, было получать приятно для ребенка и для мамы тоже. Подобное мероприятие в Вресте проходит не первый раз. Это связано с увеличившимся количеством возгорания автомобилей во время движения. В случае экстренной ситуации важна каждая секунда, потому сотрудники ГАИ рекомендуют держать огнетушитель в салоне поблизости от водителя. Надо, чтобы он был на видном месте. Мало ли что может произойти. А вот пока вы будете открывать, все искать. Очень часто стали возгорать автомобили, поэтому... О, замечательно. Я думала, вот огнетушитель... Видите, даже огнетушитель нашей структуры. Проведение профилактических акций, которые носят как теоретический, так и практический характер, на самом деле важно. Так как именно от наших знаний и первоначальных действий зависит то, насколько мы минимизируем разрушительные действия пожара на имущество. Ирина Кузьмич, Павел Малышонок, Александр Бакаревич, телекомпания БУК-ТВ.